Вместе 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 тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Свет жизни. Когда я думаю о том, как сегодня многие люди обращаются с финансами, для них и для других, кто смотрит на них, это какая-то темная, покрытая мраком, сторона их жизни. Это то, что очень часто связывает людей. Эта тема приносит дискомфорт, стыд. Нередко люди не хотят говорить или вспоминать об этом, потому что у них поднимается чувство вины, страха, неуверенности и пережит их боли и ран в вопросе финансов и денег. Нам так важно посмотреть Божьими глазами. Иисус говорит, я свет. Я пришел принести свет в эту область, в область твоих финансов, в область того, как ты распоряжаешься материальными средствами. Поэтому в книге притч написано о том, что много хлеба бывает и на небе бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Следовательно, премудрый Соломон говорит, что Бог может благословить и бедного, у которого нету сейчас никаких денег, и Он может дать ему успех и дать ему достаточно денег, но тем не менее некоторые погибнут от беспорядка. Наша задача с вами посмотреть на божественный порядок, что Бог говорит о финансах, как распоряжаться ими и в эту область своей жизни, позволить божественному свету проникнуть до самой глубины, до глубины мотивов, до глубины сердца и дать возможность Богу навести там порядок. Мы коснемся с вами таких тем, что Писание говорит о вещах или о деньгах, каков Божий путь, как ими распоряжаться, как финансы работают, как жить не от зарплаты к зарплате, а жить в достатке, а что насчет обучения детей, или пенсии, или старости, а что насчет инвестиций. И по ходу, возможно, мы коснемся еще ряда других вопросов. Хочу сказать, что в Библии есть даны нам ясные инструкции, как нам относиться к финансам, как нам сделать и что нам сделать, чтобы мы не оказались в рабстве финансовом, и как нам позаботиться о будущем. Я уже слышу, как кто-то из вас думает, пастор, ну вот представьте себе, мы пришли в церковь сегодня, в воскресенье, и вместо того, чтобы слушать проповедь о Духе Святом, о вере, о молитве, о благодати, о присутствии Божьем, вдруг со сцены, со святого места, мы слышим о деньгах. Хватит! Мы слышим это везде, на наших работах, дома, мужья, жены, дети, все время говорят о деньгах. В этом фокус нашей жизни мы работаем, пашем, 40 часов в неделю минимум отдаем тому, чтобы прожить, и тут проходим в церковь и деньги. Почему мы говорим церкви о деньгах? Ведь деньги и церковь во многих умах христиан понятия несовместимы. Позвольте ответить вам на это. Писание очень много говорит о деньгах. В Библии более двух с половиной тысяч мест, которые говорят о деньгах и материальных благах. Если кто-то из вас будет читать всю Библию, то вы обнаружите, что 2300 стихов говорят напрямую о финансах. Это уже в пять раз больше, чем те стихи, которые говорят о молитве, в пять раз больше, чем те тексты, которые говорят о вере, и гораздо больше, чем взять все местописания, которые говорят об аде и о небесах, то есть о вечности, намного больше в Библии текстов, которые говорят о финансах. Две трети всех притч, которые сказал Иисус, имеет отношение к деньгам и владению. Каждый десятый стих в четырех Евангелиях, то есть Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, говорит о деньгах и вещах. Святой Бог поместил тему финансов в Святой книге Библии, потому что Он знал, что где сокровище наше, там будет и сердце наше. Так устроены мы с вами, где деньги наши, там и мысли наши, и где наше сердце, туда текут наши ресурсы. Если твое сердце в доме Божьем, ты будешь активным жертвователем, щедрым даятелем, ты будешь человеком, который будешь на первое место ставить дом Божий, если твое сердце в том, чтобы ты жил комфортно, уютно, чтобы у тебя было все то, что ты хочешь, там ты обнаружишь, что и потрачены все твои деньги. Иисус сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Хочу сказать, что в Библии есть очень много текстов, которые как красная лампочка зажигаются, знаете, красная лампочка нельзя идти, красная лампочка нельзя идти, я некоторые из них просто моменты или истории перечислю, прямо истории описаны. История связана с Валаамом, который из-за денег согласился проклясть народ израильский. История связана с помазанником Божьим Гидеоном. История связана с Аханом. Помните, там такая фраза есть, когда в конечном счете он предстоит перед Иисусом Навином, и он спрашивает у него, что ты сделал? Скажи мне. И он отвечает так искренне. Я вот в этой части его понимаю. Я вообще в этой всей истории его понимаю. Почему? Он говорит, да полюбилась мне. Вот эта прекрасная синаарская одежда. А заповедь была, что ничего не берите из этого. Он пошел, это было в Ерехоне, какой-то шкаф открывает, а там висит прямо такой костюм, прямо такая одежда, о которой он мечтал всю свою жизнь. У него, я думаю, прямо глаза таки округлили, и слюнки потекли. Он взял и тут такое слово, ничего не берите. Да ладно, ничего, да никто не узнает. Он взял ее, закопал там, или спрятал у себя в шалаше, там прямо спрятал. То есть, и вдруг это все обнаруживается. Он стоит такой обнаженный перед Иисусом Навином. Он говорит, что ты сделал, скажи мне? Он говорит, да мне так сильно хотелось, мне так полюбилось. Красная лампочка, красная лампочка, из-за финансов, из-за денег, из-за выгоды, из-за корысти, теряет судьбу, теряет жизнь, теряет обетованную землю, теряет все благословения. Можно продолжать дальше, я просто остановлюсь на этом. Итак, друзья мои, давайте мы посмотрим на то, что делают деньги с нами в нашей жизни. Некоторые говорят о том, что деньги, они развращают человека. Что если у человека нет денег, то человек смиренный, человек красивый. А вот если ему дашь денег, смотришь, и он там поднялся в карьерной лестнице, он уже теперь начальник, он директор, и вот он из тех парней уже, и все, и он зазнался, он возгордился. Но я хочу сказать, что на самом деле немного не так. Истина состоит в другом. Деньги проявляют то, что внутри человека спит и спрятано. Это некий проявитель, это то, что то, что спрятано, просто выводят наружу. И это так часто можно видеть в жизни. Если человек был раньше внутри нехорошим человеком, гнилым, как мы говорим, то потом, когда у него появится много денег, он станет человеком таким же самым, только колоссального масштаба. И все будут тихонько говорить, к этому не ходи. Знаешь, кто он такой? Если этот человек щедро жертвует, то после того, когда у него будет много денег, он разбогатеет, он станет филантропом, человеком, который будет любить, делать милостыню бескорыстно и просто любить людей и помогать. Если человек был гневливый, вспыльчивый, то когда у него будет много денег, то тогда он просто станет воплощением ярости. И все. Если человек был добрый, то все узнают о его доброте, он станет меценатом и будет просто искать, где он может найти себя, чтобы выразить свою доброту. Итак, деньги – это видимый, это самое видимое проявление того, что находится в сердце человека. Кто-то может сказать, пастор, но в Библии же ведь ясно написано, что богатому очень трудно войти в Царство Божие. Да, очень правильно, богатому трудно войти. Иисус сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные уща, нежели богатому человеку войти в Царство Божие. Кто-то скажет, пастор, ну, разве не сказал Иисус богатому юноше, чтобы он продал все свое имение и раздал нищим, а он в печали отошел, сказал. Да, Иисус сказал. Почему? Потому что перед тем, как он произнес эти слова, написано, он посмотрел на него, полюбил его, увидел его сердце, и потом ему сказал, пойди, продай имение, раздай. А он отошел с печалью. Почему? А сердце было с этим имением. А сердце было привязано. Дело не в богатстве, дело не в вещах, дело не в имении, а дело в том, что сердце там, и оно прилеплено, и оно привязано. А другому богатому человеку, который был очень хорошим предпринимателем, Иисус сказал фразу, глупый, описывая его, хотя он не был глупым, по нашим меркам, когда у него был огромный урожай, он сломал свои старые житницы, и он приготовил, построил новые житницы, все это успел, чтобы урожай не испортился, сделав в кратчайшие сроки, и все это складировал весь урожай. А Иисус, пожалуй, единственный раз в Библии, когда Иисус называет какого-либо человека глупым, из уст Иисуса выходит это слово, безумный, сию ночь отнимут душу твою, кому достанется все это? Братья и сестры, все эти места Писания, они не говорят о том, что богатый человек, он грешный человек. Само по себе богатство не является грехом, и человек состоятельный, успешный, в тех своих проектах, которые он делает, не означает, что он не попадает в Царство Божие. А вот как апостол Павел сказал об этом своему пастору Тимофею, в послании Тимофея, в 6 главе, в 17 стихе, он говорит так, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. И вот здесь внимание. И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все, обильно для наслаждения. Революционный стих. Придите домой, прочтите его. Прочтите его. Почему? Потому что здесь он не критикует богатство, но он говорит о том, ты вот этого человека, богатого, состоятельного, у которого много есть денег, ты его направляй, ты его увещевай, потому что у него есть склонность, что он начинает думать очень высоко о себе. Он решает, что он все может решить, потому что у него есть деньги. Он считает, что он может продлить себе даже жизнь, потому что у него есть деньги. Может получить лучшую медицину в свое время, что он может все вопросы решить. Он упывает на богатство. И здесь апостол Павел дописывает слово, неверное, это лживое богатство, это неправильное упование, не уповай на богатство. Здесь Павел говорит Тимофею, посмотри на своих людей в церкви и скажи богатым людям, чтобы они упование возлагали не на богатство, а на кого? А на Бога живого. Богатство имеет крылья, оно может улететь, оно может прилететь, ты можешь быть богатым, можешь обанкротиться. Все в жизни бывает, но что бы ни было, упование наше на Бога живого, Он даст тебе достаток, чтобы у тебя было все, то, в чем ты нуждаешься для наслаждения. Друзья, в Библии есть богатые люди, которые служили своим богатством Богу, и один из них это Иосиф из Аримафеи, тайные ученики Иисуса. У него была богатейшая, богатейшая могила, богатейшая. Кто-то спросил, почему Иисус, когда готовился к смерти, отец позаботился, его помазали, но не купили могилу. Знаете, почему не купили могилу? Потому что Иисус только три дня должен был быть в могиле. Ему не нужно было покупать то, что он может просто арендовать, и все. Он три дня был во гробу, поэтому с могилой все было решено. Но богатый человек Иосиф из Аримафеи, он пришел тогда к Пилату, он сказал, «Мне есть гроб очень дорогой, очень много денег стоит, ну дайте мне Иисуса, дайте мне тело Иисуса, и я положу туда». Я хочу вам еще одного героя Библии привести, который был сказочно богат, просто невероятно богат. Мы все даже не можем представить себе такого человека. И этот человек назван в Библии человеком по сердцу Бога. Минуточку. У этого человека, у Давида, было состояние, которое он приготовил за всю свою жизнь, которое необходимо было, чтобы передвинуть с места на место. Объем был таков, что нужно было 60 вагонов, чтобы уложить туда золото, серебро, камни, металлы драгоценные, медь, и все деревья, которые он приготовил, он все это готовил для Дома Божьего, все сердце было в Доме Божьем. Но, минуточку, 60 вагонов, товарняк, пояс, вы стоите, и он идет, я, например, выключаю мотор и жду обычно, то есть чем-то занимаюсь другим, потому что пока пройдет этот товарняк, так этот товарняк везет, везет 60 вагонов драгоценностей. Одного человека, одного человека. Вы знаете, кто-то взял и пересчитал. У Давида было состояние, которое равнось, эквиваленту сегодняшнему состоянию, равному 21 миллиард американских долларов. Но это уровень Билла Гейтса. Это уровень Билла Гейтса. Это действительно уровень маленьких государств, бюджеты их гораздо-гораздо в десятки раз меньше. И Бог сказал, что этот человек по сердцу мне. Писание говорит, что вопрос не в деньгах или в отсутствии их, а вопрос в нашем отношении к ним. Я должен остановиться на этом, и мы должны прыгнуть в три жизненные ценности, без которых мы не можем применить вот эти принципы, Божьи принципы, и быть успешными. Итак, мы сегодня поговорим об основе. Пожалуй, мы заложим основание, и потом мы будем говорить о том, каким образом нам выйти из наших тупиков финансовых, как вообще планировать, что думать о завтрашнем дне, как вообще живут люди Божьи, которые знают Писание, и которые следуют Священному Писанию. И первый принцип, который очень и очень важен, этот принцип называется воздержание. Вы скажете, пастор, мы думали, ты скажешь нам какую-то формулу. Подождите, до формулы мы дойдем. Сейчас мы говорим о сердце. Прежде всего, прежде всего воздержание. Друзья, мы живем в таком обществе, в той культуре, в которой поклоняются вещам и вещи вокруг нас. И мы действительно понимаем, что, если, допустим, я имел бы это, то было бы лучше в жизни моей. Сколько раз приходила к тебе мысль такого плана, что ты будешь счастлив, если ты купишь это. Что это? Не знаю что. Может быть, это новый костюм, может быть, это кроссовки новые, а может быть, это просто айфон. Новый, последний айфон. Потому что ты хочешь соответствовать тому уровню, который есть везде. Но если ты не выглядишь хотя бы так, как современная молодежь или современное поколение, то хотя бы телефон, чтобы у тебя был крутой. Или, может быть, если ты средних лет, телефон, это немножко так, не особо важно. Тебе важно иметь квартиру, дом или машину, такую представительскую. Я не знаю, что бы это ни было, но мысль, что ты будешь счастлив, если бы ты немного больше получил денег, если ты просто купишь это, если это у тебя будет. Дорогие, я хочу сказать, что вещи не приносят нам счастья. Ни их количество, ни эксклюзивность вещи, ничто не может дать успокоение твоему духу. Это обман и иллюзия. Не подумайте, что я против вещей. Мы в действительности окружены ими, и наша жизнь на земле проходит так, что мы связаны материальными вещами. Я не враждуюсь с ними. Мне самому нравится, когда все красиво, когда гармонично, когда есть авторские дизайны, допустим, сделанные той же маленькой квартирки, даже небольшой, но там со вкусом все сделано. Мне очень нравятся красивые и нужные вещи. И не беда, если они у тебя есть, и у тебя есть это чувство красоты, как у Надюшки моей, у нее где бы мы ни были. Вот это же не гармония, а вот это гармония, а вот это то, а вот это то. И я поначалу думал, какая разница, какой цвет. Я одевался, никто бы на меня внимания не обратил, как я одевался. Но еще даже до свадьбы, очень незаметно, моя невеста стала поправлять меня. Она сказала, ну ты понимаешь, ты изучал вообще цвета. У меня всего три цвета. Зеленый, желтый и красный. Не едь, едь или внимание. А у него столько цветов радуги вообще. Я до сегодняшнего дня не могу понять отличия между малиновым, розовым, или каким-то фиолетовым, или бирюзовым, или зеленым. Мне все это зеленое. Можно двигаться, ехать. То есть зеленое и все. То есть все вот эти тонкие. Ну я вычитал, что мозг мужчины по-другому немного работает. Это немножко облегчило наше напряжение в цветах и в дизайне. Но я хочу сказать, что на самом деле не проблема. Это классно, если у тебя это есть. Проблема в другом, когда эта вещь имеет тебя. И ты становишься заложником. И вот первое место Писания, которое я хочу дать вам всем, как основание для того, чтобы вы посмотрели, что говорит Писание по поводу финансов. Это притча, 22 глава, 7 стих. Я чуть-чуть тормозну в моей скорости, чтобы вы все услышали. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавца. Ой-ой-ой. Еще раз. Богатый господствует над бедным. Должник. Я взял в долг. Должник делается рабом-заимодавца. Это означает следующее. Это означает, что если ты живешь в долг, то это рабство. Вы скажете, пастор, подожди. Ну я же не могу купить себе то, что я хочу. Но я прихожу в магазин, и в магазине я вижу вещь, и я беру кредит. Сегодня это доступно. Сегодня потребительский кредит взять вообще нетрудно, легко. Более того, они навязывают, они предлагают, они говорят тебе, возьми другой еще, возьмите еще этот. Я не знаю, откуда они берут номера телефонов, но мне постоянно, систематически, вот с такой настойчивостью, шлют из разных телефонов различные финансовые предложения. Эти маркетологи мне просто продают долг, и все. Они говорят, вам одобрен кредит на такую сумму. Вы можете получить вашу кредитную карту, просто укажите свой адрес, и мы вам доставим ее до дома. То есть в моем кошерке нет ни одной кредитной карты. Скажите, пастор, ты не современный. В моем кошерке есть дебетовая карта. Это означает, там если есть деньги, то я там покупаю. Я вспоминаю моих родителей, когда мы идем в магазин, стоит велосипед, и я помню, я мальчишка говорю, папа, папа. А он так смотрит и говорит, у нас нет денег, чтобы его купить. Давай соберем. Никогда не забуду это. Я говорю, сколько забирать-то надо? А папа на самом деле меня воспитывал, потому что у евреев да нет денег, вы меня просите. То есть у папы в шкафу я знал, что даже деньги лежат. Я говорю, папа, а там в шкафу? Он говорит, в шкафу? У нас нет денег, чтобы это купить. Он купил мне где-то через месяца полтора-два. Представляете, я каждый день ждал. Папа, а ты собрал уже? Папа, там в шкафу. А я видел. Папа, а там у тебя стопочка денег, и золото есть, и серебро есть. Папа, подожди немного. Папа, у нас нет денег. Старшее поколение, baby boomers, так называемые, знаете, что они скажут? Они скажут, мы не можем это купить. Почему? А у нас нет денег. Если ты хочешь это купить, покажи мне деньги твои. Ха, современная молодежь. Я хочу это иметь. Я хочу. Я хочу это иметь. Мой отец к сорока годам купил первый автомобиль в каком-то 75-м или 6-м году. И это была копейка. Жигули первая. И мы ходили, мы все молились возле нее. Мы боялись прикоснуться. Мы потом сели. Мы также открывали дверь, закрывали. Он ездил иногда на ней. Летом только. Зимой ставил на колодки. Почему? Потому что он купил. Он заработал. Он был работоголиком. Вставал рано утром. Поздно вечером приходил. Он работал. Мозолистые руки. Уставший отец. И он приносил деньги. И он складывал. Отдавал Господу десятину. И он научил меня. Ты не можешь тратить то, чего у тебя нет. Если ты это не заработал, ты не можешь купить себе. Посмотрите на современную нашу молодежь. Они смеются над этими принципами и над этой копейкой старой. Они в свои 23-25 хотят иметь все, что им просто хочется. И все. Почему я не могу это иметь? Друзья, и они залазят в кредиты. Вот я купил вчера такую цепь. Моя жена говорит, когда проповедуешь, мы купим собачку на Белкин дом, и она пригодится. Я купил такую цепь, чтобы показать, что здесь написано. Перевожу теперь на русский язык. Современный язык. Вот это текст, который мы только что посмотрели в книге «Притч». Тут написано так. Должник делается рабом-заимодавца. Так-то вообще ничего. Я на крутой машине езжу. И вообще-то ничего страшного. У меня там один кредит. Я один кредит прикрываю другим кредитом. Я там в том банке взял, потому что сроки подходят, чтобы проценты не пошли. Так-то ничего. Надо надеть, тяжко стоять. А так-то вообще, так-то хорошо. Я вообще-то, ну я плачу, все. Заболеть? Заболеть нельзя. У меня кредиты. Вы что? Пастор, на миссию поехать? На какую миссию поехать? Пастор, я не могу. Я работаю. У меня ипотека. У меня бизнес. У меня кредиты. У меня семья. Мне нужно каждый месяц платить по счетам. Пастор, ах, нога не могу болеть. Ну ничего страшного. А вообще-то пастор, хорошо все. Так-то хорошо. Я очень хорошо. И человек выходит с таким достоинством, с таким внешним видом. И у него все хорошо. Подожди немного. Он связан. Он раб. Он просто раб. Финансовый раб. И все. Друзья, кредиты это финансовое рабство. И если вы махнете на меня рукой, скажите, старомодный вообще. Это после 50-ти так начинает проповедовать. В 20-ти он так не проповедовал. Ему нельзя проповедовать среди молодежи. Он не идет в духу со временем. И если я выгляжу, как белые вороны среди черной стаи, я все еще держу в руках эту Библию. И я говорю, вся Библия выступает против кредитов и долгов. И вы хоть что хотите сделать, перепишите ее. И знаете свою Библию. Кто будет читать ее? Бог против долгов и кредитов. Я не касаюсь кредитов ипотечных. Это как исключение или в бизнесе. Я говорю о потребительских кредитах. Я записал себе два слова. Я хочу, я это достоин сейчас иметь. У вас было такое? Я хочу, я хочу это, ну я хочу это. Я достоин это иметь. Почему я не достоин этого иметь? Я могу это иметь? Почему я не могу это иметь? Я достоин иметь это сейчас. Второе место, описание притчи, 13 глава, 7 стих. Здесь мы прочтем следующее. Иной выдает себя за богатого, а у него нет ничего. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Внимание, еще раз тормозим и наводим резкость на этот текст. Три группы людей здесь описывает Соломон. Богатые, у которых есть много, бедные, у которых нету ничего. И тут такое слово интересное выдает. Вот я его посравнивал, и я нашел такие вещи. Притворяющийся, обманщик, человек, выдающий тот, кто таковым не является, но выдает себя. Я подумал, у нас целое поколение растет выдающихся людей, у которых нет ничего. Нет ничего, кроме цепей, кредиты, долги. Подожди, подожди, пастырь, я Богу хочу служить. Вы знаете, в 90-х годах я попал однажды на одно большое собрание. Это было в Соединенных Штатах Америки. Впервые, когда открылась страна, Советский Союз. А всю мою молодость и юность мы молились и постились о пробуждении в России, в Сибири. А я был серьезен. А я не шутил с этим. А я не молился так, знаете, пробуди, Господь, там Сибирь. Господь, кого-нибудь пошли. Я чувствовал, что я хочу туда идти. Я хочу свою жизнь отдать, служа Богу. И так и случилось. В 91-м году мы с Анникой уехали. Я поженился, нашему браку был только один год. И мы уехали в Сибирь. И когда мы уехали в Сибирь, я 4 года не был нигде, собственно говоря, так, чтобы я где-то был. Ездил, но я не был в Америке. Я приезжаю в Америку, и я попадаю на одно собрание. Большое, хорка себе. Такое чувство, я как в детство попал. Как в детство. Те песни, тот же акцент. Все то же самое. Я прям растворился там. Потом мне дали попроповедовать, я попроповедовал там. А после проповеди, во время проповеди я заметил, что так сильно много аминь говорят. Мы так не говорим, сибиряки так не говорят. Сибиряки просто слушают, идут и выполняют. А вот там как-то так, аминь, аминь. И как-то слава Господу, слава Господу. Как-то хорошо так, как-то реакция церкви такая. И когда закончилось собрание, и я как в сказку попал, как в детство. Вдруг вокруг меня все мои друзья, почти все, с которыми я молился. И я говорю, ребята, а что вы здесь делаете? Ребята, поехали на миссию. Ребята, я 4 года в Новосибирске. Это так круто, это так классно. Ребята, поехали, там Бог спасает людей. Мы проповедовали на стадионе, тысячи, тысячи людей слышали Евангелие. Ребята, у нас водное крещение. Так часто. У нас библейская школа, я один там. Нам нужны пастора. Нам нужны пастора в нашу область в Новосибирске. Поехали, поехали на миссию. Мы молились вместе. Поехали. Я первый, вы вместе со мной. И вдруг лица становятся такими длинными, серьезными. Они говорят, да мы тут, понимаешь, я машину купил. Один говорит, выйдешь, я покатаю тебя на ней. Другой говорит, слушай, ну я дом взял тут в кредит. Третий говорит, да я не могу, понимаешь. Я на работу устроился. Четвертый говорит, да я язык учу тут, понимаешь. Я не могу, я не могу. И все, как в той притче, все до одного связанные, связанные. Сколько таких целей мечт, когда ты говоришь, Господи, пошли меня. Я пойду, я буду делать все, что нужно. А потом ты берешь кредит. И что происходит? И ты себя связываешь. Ты даже не понимаешь. Бог может постучать в твое сердце и сказать, сын мой, дочь моя, пойдем со мной. Вот пойдем вот туда, в тот поселок. Там есть люди, которых я хочу спасти. И я хочу излить на тебя мою мудрость, чтобы ты был там служителем. Пойдем со мной. А ты говоришь, а я не могу, а я не могу, а я не могу. Почему? А потому что, потому что у меня долги. И ты закрываешь эту возможность, которую Бог имел для тебя. Мой духовный отец, когда я приехал к нему, он провел меня по своему домику после Новосибирска, когда он вернулся в Америку. И потом, когда мы сели, он сказал мне ту важнейшую вещь, которую я хорошо запомнил. Он сказал, я здесь, я как пассажир, который куда-то едет. Я полностью свободен. Не смотри на это имущество. Ты подумал, что у меня все так устроено. Я готов хоть сегодня пойти туда, куда меня позовет Бог. Для меня воля Божия превыше всего. Это очень глубоко коснулось сердца моего. Друзья, хочу сказать, что когда вы понимаете божественные принципы, исследуете им, то самая первая ценность, которую мы как христиане должны иметь в себе, это воздержание. В Галатам 5.22 там написано о том, что воздержание является плодом Святого Духа. Я дам три совета очень кратко, как воздерживаться или как выбраться из вот этого желания большого. Первый из них – имейте благодарное сердце. Вместо того, чтобы смотреть на других людей и думать, у них это есть, у меня этого нету. Ты же не знаешь. У него это все может быть в кредит, в долг. Может быть, они уже банкроты давным-давно. Они выглядят хорошо, а завтра, послезавтра у них ничего вообще нет. Имей благодарное сердце. Посмотри, что у тебя есть. И за это начни благодарить Бога. Поблагодари Его за то доверие, которое Бог оказал тебе. Второй момент – это смирение. Я говорю о том, как приобрести этот плод Духа. Плод Духа производит Дух Божий при нашем усердии. Первый наш шаг – иметь благодарное сердце. Второй наш шаг – смириться. И мне очень нравится, как Рик Уоррен говорит по этому поводу. Он говорит следующее. Это пастырь. Он говорит следующее. Настоящее смирение не означает, что ты принижаешь себя, думая о себе, что ты меньше, или ты хуже других, или ты недостоин. Настоящее смирение – это когда человек о себе думает меньше, а больше думает о других. То есть не ты в центре, не все вокруг тебя, а я это хочу, а я этого достоин, а я то, а я… Подожди, речь не о тебе идет. Начни думать о Боге, о людях, о тех, с кем ты живешь. Вот что такое настоящее смирение. Смирение – это не когда ты чувствуешь себя, что ты владелец, ты владеешь всем ресурсами, что есть у тебя. Не так. Ты всего-навсего управитель. И ты управляешь тем, что дал тебе Господь. И третий шаг – посмотрите на Бога. Посмотрите на Него. Он самый большой даятель. Он надал своего единственного Сына, чтобы мы с вами могли получить вечную жизнь. Смотря на Него, мы подражаем Ему, и мы становимся даятелями. Я остановлюсь на этом, друзья. Я хочу молиться сейчас, молиться о том, мы коснулись только, мы не смогли, не успели пройти все то, что хотелось бы сказать. Но мы коснулись сегодня, коснулись сегодня несколько текстов, то, что говорит Священное Писание, что оно говорит о деньгах. И я хотел бы просить у Бога, чтобы Он перевел тебя в другой образ мышления, в образ мышления, который есть у Бога. Я закончу одним текстом. Там во Второзаконе написано, Моисей стал, и он сказал, он сказал, он объяснял до этого, что такое благословение, что такое проклятие. А потом сказал очень крутую фразу. Посмотрев на всех, он сказал, а теперь изберите, как вы будете жить, благословение или проклятие. Изберите, изберите жизнь, чтобы вы жили, и потомство ваше. И он говорит, я призываю вас, свидетелей неба и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть. И избери жизнь, чтобы ты жил. Вот что я могу сказать. Вот есть Библия, и вот есть наша жизнь, наши мысли. Нам нужно избрать. Изберите, изберите принципы Библии. Мы будем идти по ним снова и снова. Не пропустите наше служение, и вы будете жить, и потомство ваше будет благословенно. Давайте помолимся.